всех приветствую в этом ролике покажу краткий обзор индикатора напряжения точнее переменного rgk ic12 вот поставляется он такой коробки вот он низко и высоковольтный режим работы функция автовыключения звуковые световые оповещения вибросигнал пылевлагозащищенный корпус ip67 это указывает то что не не боится попадания воды уровень безопасности категория 4000 вольт так параметры диапазон индикации напряжения переменные айси 24 тире 1000 вольт и 90 до 1000 вольт частота диапазон 50 60 герц рабочая температура и влажность от 0 до плюс 40 градусов габаритные размеры 160 длина 21 с половиной на 25 миллиметров масса 72 грамма в общем такая вот штука вот сделано наверно в китае ну не знаю ну давайте посмотрим вот комплекте входят сразу батарейки вот здесь вот еще есть инструкция краткая такая вот она в общем такая вот вещь так теперь пока по поводу самого прибора сейчас вытащу вот он в такой корпусе здесь вот это вот у нас фонарик включение-выключение это переключатель режима сюда вставляется от всех батареек вот сюда я поставлю другие батарейки некомплектные ну такие плюс соответственно слева вставляется внутрь и закручивай колпачком как виза пищал уже так фонарик фонарик конечно не особо конечно мощный ну принципе ничего не плохой включение-выключение так эта кнопка включает у нас режим так включаем вот красный это от 90 режим изменить до 1000 вольт вот он красный видите хайк и другое переключение у нас зеленый от 24 до 1000 вольт напоминаю переменное напряжение длить на выключение длине удерживаем вырубает он выключается здесь еще есть режим вибрации для этого нужно включить и удерживать на полтора секунды и раздается вибрация в общем такая штука вот ну давайте сейчас посмотрим померим так называемое напряжение фазное нулевого провода сейчас подключим и так я подал на провод напряжение фаза здесь на коричневым 0 на синим ну давайте сейчас высоковольтный режим от 90 до 1000 вольт переменному давайте-ка приближаемся фазного провода вот видите вот как раз чем ближе и начинается соответственно мигать и вибрации исключено вибрировать виде где-то ослабевается где-то примерно вот уже где-то полтора сантиметра начать пищать вот где-то меньше сантиметра начинает соответственно мигать вот так вот видите давайте посмотрим в нуле нуле у нас тихо соответственно нет вообще ничего не реагирует нуля вот давайте сейчас посмотрим как через барьер возьмется он нет так вот ну тоже реагирует давайте посмотрим трассу трасса вот так вот вот в общем вот сейчас смотрим ну конечно размазано где точно залегает проводка к сожалению это этим устройством не определите только чисто на наличие переменного напряжения все так что прибор не подходит для определения скрытой проводки он к сожалению здесь не подойдет потому что все это размазано и непонятно все это только наличие соответственно переменного напряжения вот видите то есть с электронной индикатор отвертки не путайте в общем вот все правильно фаза мигает а 0 соответственно тихо ну давайте сейчас я выключил питание посмотрим будет реагировать или нет выключила питание абсолютно никакой реакции нет ну на зеленый это 24 более низковольтный режим принципе ничего принципе не изменяется умывать подам опять напряжение ну в принципе вот здесь кстати более более чувствительность видите вот уже на такое расстояние уже сантиметров два он уже начинает уже мигать ну давайте сейчас вот переключу опять на хайк видите то есть только вот меньше сантиметра он мигает вот так а если режим более низковольтный уже соответственно более чувствительный ну в общем я пока я показал вот тут даже и идти по на 0 немножко реагирует я показал индикатор напряжения в общем сожалению на ю тубе мало очень роликов про это вот показал что он нужен для просто если перемен напряжения причем на постоянно он не реагирует существует и перемен напряжения соответственно вот при приближении если есть перемен напряжение он соответственно сигнализирует если нет все значит 0 он не реагирует в общем я все всем всего доброго ждите новых видео пока выключает статью 2 секунды все 0